Рад всех приветствовать, наши дорогие подписчики и зрители нашего канала. У нас продолжается стройка. Здесь будет двухэтажный дом из газобетонных блоков. Каркас армопояса состоит из четырех жил 12 арматуры с обоймами. Крановщик у нас, скажем так, постоянный. По возможности только его стараемся заказывать. Здесь классный крановщик вот такой. Вот, наконец, приехал бетон. Кстати, заблудился водитель. Уехал вообще не по тому адресу. Кто смотрит наш канал, знает то, что мы сотрудничаем с многими ведущими банками России. И можем построить вам дом в ипотеку. Брызги летят очень и очень далеко. Ничем его этот бетон с одежды не сотрешь. Кровля здесь интересная. Ну и, в принципе, сам проект интересный. В этом месте на этой стене у нас вентиляция. Мы выставили опалубку. Еще раз напомню, у нас сегодня три машины под разгрузку. И, в принципе, сейчас уже все подготовлено для того, чтобы начинать устройство кровли. К обеду все будут свободны. Рад всех приветствовать, наши дорогие подписчики и зрители нашего канала. У нас продолжается стройка. Здесь будет двухэтажный дом из газобетонных блоков. Фундамент у нас залит. Ролик уже по этому фундаменту у нас вышел на нашем канале. Будет здесь где-нибудь посылочка, он всплывет. Можете посмотреть. Приехал кран. Сейчас будут приезжать машины с блоками. Будем выгружать блоки и начнем кладку коробки дома. Сейчас, кстати, ребята перекладывают арматуру. Арматура у нас пойдет на армопояса. Здесь арматура у нас еще лежит на армировку блоков. Перемычки у нас в коробке будут готовы. И газобетонные мы их, в принципе, в последнее время постоянно применяем. Плиты у нас, кстати, уже тоже готовы. Ждут отгрузки и, я думаю, тоже в ближайшее время их будем завозить. Пойдемте, покажу, что у нас тут по фундаменту получилось. Эти выступы, кто смотрел ролик, это специально мы оставили. Здесь будет крыльцо с одной стороны и с другой. Чтобы потом можно было сверху утеплить и делать, как говорится, все в один уровень. Первую машину выгрузили. Заняло это 30 минут. Эта машина сейчас поедет второй раз грузиться на завод, а мы будем выгружать вторую машину. Еще раз напомню, у нас сегодня три машины под разгрузку. Вторая машина у нас уже стоит. Я думаю, сейчас тоже минут 30 и выгрузка двух машин будет закончена. И придется ждать, нам аж после обеда, скорее всего, приедет третья машина. Субтитры сделал DimaTorzok Рад всех приветствовать на нашем замечательном YouTube-канале Стройка. Кто меня не знает, меня зовут Иван. Сегодня у нас заливка монолитного армирующего пояса. Будем заливать с помощью крана и колокольчика. Будем подавать бетон. Вот так у нас все это получается. Каркас связан, опалубка выставлена. В общем, осталось самое малость. Ждем бетон, ждем кран и начнем заливать. КОНЕЦ В этом месте, на этой стене, у нас вентиляция. Мы выставили опалубку из доски, чтобы были вент-каналы. А дальше уже, когда у нас пойдет на второй этаж, там вентиляцию будем делать уже непосредственно в самой стене. Там у нас тоже будет вентиляция. Но там мы будем делать не из доски, а делаем вставки из пенополистирола. И потом их вытащим после того, как зальем армопояс. По конструктиву у нас получается армопояс, точнее каркас армопояса состоит из 4 жил 12 арматуры с обоймами. Снаружи вместо опалубки утеплителя поставили блок газобетонный 150 мм. Внутри поставили обычную опалубку из доски. И, соответственно, все это связали вот такими затяжками и шпильками. Так, ну что, приехал кран. Пойдем встречать. Крановщик у нас, скажем так, постоянный. По возможности только его стараемся заказывать. Зовут Николай. Они работают по смену с отцом, с Олегом. Классный крановщик вот такой. Такая мука, как становиться? Бетонного. А, передам, чтобы... Вот, наконец, приехал бетон. Кстати, заблудился водитель. Уехал вообще не по тому адресу. Позвонил, сказал я на месте. Оказалось, что он вообще возле другого КПП стоит. И, в общем, уже почти 40 минут его дополнительно прождали. Ну, я думаю, сейчас начнем заливать пару часиков, и все будет готово. Поэтому к обеду все будут свободны. Ребята наверху. Азиз будет помогать здесь. Бетон набирать в колокольчик. Ребята будут принимать и там выравнять. Близко лучше не стоять, так как брызги летят очень и очень далеко. Потом ничем его, этот бетон с одеждой, не сотрешь. Объем колокольчика, кстати, вот этого полкуба. Всего у нас мы заказали, посчитали 4 куба. 4 там и 1. Взяли запасом 4,5. В общем, бетон должен немножко остаться. Так, ну что? друзья, в принципе, все пролили. Сейчас ребята все подровняют и, соответственно, в общем, все. Следующий этап у нас укладка плит. Так что встретимся, когда будем укладывать плиты перекрытия. Друзья, не переключайтесь, дальше будет очень интересно. Еще раз повторяю, не забудьте подписаться, поставить лайк, ну и соответственно, хороший комментарий с вас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дима Торзок